всем здравствуйте сегодня 7 августа 2020 четвертый год суббота одесса вчера ночью вернее сегодня ночью в одессе у нас была воздушная тревога с 12 ночи до пяти утра так а ночью поднялся очень сильный ветер я не удивлюсь что потом мы узнаем что где-то что-то упала загорелась поломалась но на минуточку водоканал отключил очень многим людям свет эту воду люди сидят без будут сидеть без воды до 12 ночи шоу терняховский сумму будинку 1912 втором раках мешков один из классики в поэзии на иврите шаул черняхов да еще предупредили шоу много адресов и эти адреса могут меняться прибавляться отключение включения могут время тоже меняться потому что вот и канал уже пишет время пишет время во сколько и когда он будет отключать и выключать воду ну а вчера в одессе на приморском бульваре прошел прошли соревнования по боксу двух команд команды молдовы и команды украины очень красивые между молдовой украины участвовала 13 спортсменов от каждой команды разных весовых категорий я так и я видела видео в основном были с мэрии сидели труханов сидел там мало зрителей было потому что наверно мало кто знал за это да еще в одессе накрыли как говорится огромный цех пошивочный я даже там не один цех а несколько цехов ну то есть знаешь как вот цех по пошиву цех по порезке там так все поставлено да так все поставлено профессионально такая аппаратура много людей задействовано все на высоком уровне шилась одесса шилась импортная одежда известных марок брендовых мало того у них был свой магазин где они реализовывали это все так же они продавали по другим магазинам и в интернете в общем на таком уровне и качество говорят великолепное именно на очень высоком уровне в общем какие талантливые люди да а нам рассказывают не от одессы и не от одесситов да вы что как это нет и есть и одесса и есть одесситы всегда какие то были в одессе изменения как в 20-х годах прошлого века в 30-х в 60-х в 70-х в 90-х всегда что-то менялось менялись улицы снимались памятники представились новые да люди уезжали люди приезжали это всегда было в одессе в одессе всегда было больше 100 национальностей и те вот кто постоянно пишет что одесса уже не та и одесситов нет такое впечатление они с такой надстойчивостью это пишут что хотят себя в этом сами убедить потому что сами в это не верят покажем этот красивый дом да так что одесса та одесситы те да одесса та одесситы те да сейчас и да и очень даже прилично их разных возрастов и они ходят в синагогу и много других национальностей и греки и поляки и болгары и венгры и так далее их очень более ста итальянцы очень много поверьте и те же приезжие которые приезжают в одессу находят свою нишу находят свое место и делают вклады в одессу свои сейчас мы вам покажем памятник это памятник морозли да он грек но родился в одессе вот святителю и меценату григорию морозли благодарные одесситы вот так его никогда не показывали мы все время проходили мимо но сейчас мне захотелось его показать со всех строн чтобы вы могли увидеть да кроме пользы городу в моем сердце ничего другого нет морозли вот да и поверьте есть такие люди в одессе и есть и всегда будут я в этом уверена Игорь Сергеевич тоже в этом уверен и мы в это верим да так все у нас еще сейчас мы пройдем через переход ну я так думаю вы поняли по где мы идем да а то опять начались вопросы а чего вы не пишете не говорите где вы идете что это за бред ну как кому-то бред а нам не бред мы так считаем и опять же мы не делаем экскурсии мы прогуливаемся и рассказываем как мы живем что у нас происходит и так далее и так далее ты хочешь что-то сказать я да нет а что ты мне рукой машешь ясно а еще знаешь вчера в какой-то больнице залетел мужчина и стал кричать что он сейчас всех взорвет что у него в руках пистолет или граната пистолет как пистолета можно взорвать ну постреляет всех да очень оперативно приехала полиция у него это был муляж как оказалось его арестовали потому что буквально пару дней назад была такая ситуация что ворвался мужчина в банк это вот он кричал что взорвет сейчас всех и у него тоже ничего не было ни муляжа ничего не было никаких взрывных веществ у него в общем что-то какая-то новая тенденция пошла врываться и угрожать ты понимаешь сейчас военное время военное положение очень много взрывчатых веществ оружия на руках у людей ну этих же ничего нет я имею ввиду что эти подозрения обоснованы поэтому люди реагируют полиция реагирует они по-любому бы реагировали я заговорю не за это я говорю за то что появились люди которые вот такое провоцируют красиво с этой стороны улица с этой стороны а с этой стороны парк Шевченко кто не знает именно с той стороны где стоит памятник Тарасу Шевченко мы будем проходить его и вы будете его видеть а на староконном что вы знаете до сих пор так люди мы не включили свет так они и сидят мы рассказывали как-то за староконы не один раз что людям отключили свет и сказали что они должны заплатить наперед и пока они не заплатят света не будет но люди не заплатили потому что они не верят они сказали вы включите свет тогда мы будем платить но никто свет не включил это кто не знает мы вкратце напомнил там интересы двух владельцев одного настоящего одного псевдовладельца базара староконного рынка староконного и в общем от этого страдают все люди которые работают да и конечно падают у людей прибыль падает возможность зарабатывать и ноги уходят кто-то остается сегодня очень здорово потеплело а вчера вот мы утром шли вчера например было прохладно а потом после обеда стало жарко и в пять часов тоже было еще жарко а вечером опять стало прохладно а ночью даже холодно можно сказать да да утром шел тоже свежо было да да многие люди даже куртки подоставали да утром уже холодно утром семнадцать девятнадцать восемнадцать градусов вот так ну примерно я имею ввиду температура да но мне не холодно ну это хорошо вот показываю здесь Тарас Шевченко памятник и там вот та аллея славы за которую мы говорили погибшим украинским защитником но мы на нее пойдем отдельно мы сами себе хотим пойти там много цветов я уже отсюда вижу и люди есть и кстати постоянно идут люди хотела показать вот здесь есть аптека Гаевского я все время показываю потому что в Одессе аптек Гаевского несколько если раньше была только одна законная то теперь есть филиалы если так можно сказать на разных улицах ой где-то в Одессе — в Одессе есть такие улицы я не буду говорить их название специально ну , может кто-то поймет почему я не буду говорить мы не может быть есть название еще советских времен и вот по одной улице идешь там название улицы советских времен у в Secretzna потом название улицы по украински пользу mand文 И таких улиц не одна. Кто догадывается, о каких улицах, я говорю, наверное, понимает. Ну, а кто нет, просто я рассказываю. Когда-нибудь мы покажем это. И расскажем, как мы раньше это делали. Вот видите, экскурсии идут, едят. О, тут двор открыт. Ничего себе, давай зайдем. Мы сюда никогда не заходили. Ух ты! Здорово! Этот двор всегда был закрыт. Вот это да! Ой, нас закрыли. Стрит, там парадная. Что говорят? Да? Спасибо. Да, зайдем. Конечно, зайдем. Да. Как видите, не всем нравится, когда заходишь в двор. Поэтому мы всегда очень с осторожностью, очень аккуратно заходим. Каждый по-разному на это реагирует. Это что, там какая-то эксклюзивная машинка стоит? Не машинка, это мотоцикл. А, это мотоцикл, да? Да. Такой большой. Такой большой. Ух ты! Ух ты! Круто! Да. Ничего себе! Классный! А, смотри, даже какое сидение. Для пассажиров тоже есть. Класс! Вот это машинка! Супер! Класс! 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 Здесь интересный. Он закрыт. Ну и мы пройдем сюда. Меня всё время часто спрашивают. Сейчас, покажу дворик, расскажу. Симпатичный дворик. Да. Есть на что посмотреть. Сейчас вот мы идём. Часто спрашивают, что видят вот так в стенах двери. И спрашивают, что это сразу, квартира или что. Это может быть и квартира, а может быть и парадная. Я отвечала, видите, даже окно есть сюда. Но чаще всего, чаще всего это вход в парадную. И там квартира не одна. Ну, есть такие варианты, когда люди сами себе делали, чтобы был отдельный вход. Ну, это раньше, потому что были коммунальные квартиры. И люди делали себе отдельный вход, чтобы хотя бы у них был почти свой, своя квартира. Есть такие варианты тоже. Заходишь. У меня у знакомого там чёрный вход, знаешь, был же раньше. Да, да, да. А потом чёрный вход. Да. Поэтому он тоже с чёрного входа сделал себе отдельный вход. Отдельный вход, да, в свою квартиру, да. Так что есть и такие, и такие варианты разные. Да, ещё вчера я увидела видео по всем соцсетям, выставили, что вот из-за этого дождя, ураганного ветра на пляже нанесло много дохлых крыс. В общем, такое видео жуткое, да. Ну, я, во-первых, не знаю, где-то на каком пляже это не пишется. Это не факт, что это ещё в самой Одессе. Потому что, опять же, я вижу видео, что люди идут на пляж, на море и показывают, ну, тоже за это рассказывают и показывают, что нет чистый песок, нет крыс. Мне... Странно. Да, очень странно. В жизни даже. Да, да. Поэтому не факт, что это в самой Одессе. Да, показали пляж, но не было видно, что это что-то такое, что это сама Одесса и какой именно пляж тоже мне рассказали. Насколько это правдиво, я не знаю. Просто уже сказала, что вы, наверное, это всё видели. Я на нашем канале Телеграмма «Одесские прогулки» выставляю тоже разную информацию. Но только та, которая меня смущает, и я сомневаюсь, я её не выставляю. Просто так сказала, потому что я знаю, что вы смотрите многие другие каналы. Да. Не, опять же, я не говорю, что это нет, но и не говорю, что это да. Да? Да. Да. Тоже очень красиво. Ну, тут вот двор, мы уже раньше в него заходили. Просто так покажу. Здесь ворота красивые, интересные. Сама по себе это очень интересная улица. С интересной историей. С интересными кошками, да? И с красивыми кошками. Да. Ну, а в самом конце этой улицы есть знаменитый дом. Дом с повешенной, называется. Там интересная легенда, интересная история. Ну, это уже отдельно разговор. Только я рассказывала. Пусть повезут. Да? Мы им мешаем? Конечно. Ага. Да? Ага. Вот здесь идем. Да. Просто я хотела еще почему показать этот дом. Сейчас мы пройдем на угол. Я рассказывала как-то, что на него наконец-то восстановили там орлы и лев. Много лет их не было там. Они стояли уже готовые. Сейчас, да, мы сюда перейдем. Пока я покажу. Человек, меценат сделал, заказал, сделал. Но никак не мог получить. Надо сюда же переходить. Получить разрешение на установку. И вот я не помню. По-моему, год или два года стояли они где-то в запасниках. Хранились эти скульптуры. Вот я покажу. Вот орел. Сейчас. И там второй орел, а по центру лев. А лев большой. Да, 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 да. Вот. Смотрите. Сейчас покажу. Это очень красиво. Это восстановлено по эскизам. Да. Красивейший дом. Ну, все. Мы, наверное, будем заканчивать. Смотри, какая красивая ель. Ну, можно отсюда посмотреть. Ой, сосна, да. Красиво, да? Да. Очень красиво. А сосна, правда, с шишечками. Правда, красивая очень. Здесь небольшой такой веревок. Тоже не менее знаменитый. Да, Игорь Сергеевич? Да, Игорь Сергеевич. Нет, и мужчина спрашивает. А если Игорь хоть раз скажет? Нет. Поверьте, очень часто. Да. Ну, так что так скажет? Так мы начинаем размышлять, рассуждать, спорить. В этом ничего такого нет. Если таки да, так да. Если нет, ну, так будем говорить. Ой, хорошо. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. А, приехала машина, альфатор и забирает. Такая большая, да? Обыкновенная. Это обыкновенная? Да. Машина обыкновенная. Да. Машина обыкновенная. Спасибо за сетей. Спасибо за сетей. Продолжение следует...